Вот, хорошо, продолжим. Вот у меня, кстати, видео есть, сейчас мы попробуем, заработает оно, наверное, нет, может быть, кто-то его видел, может быть, нет, даже здесь, когда ты включаешь через ВКА, не всегда видео идет, но попробуем. Вот, важно, что запомнить, что интервью, то, что я вам говорил, оно начинается с момента встречи с журналистом. То есть, вот вы сказали, здравствуйте, раз, все, вот это уже интервью. А теперь вопрос на засыпку, когда заканчивается интервью, в какой момент? Когда вы крем-то уходите, вы расстаете. Или когда камер-то? Когда уже вы расстаете. То есть, когда все закончилось, ты четко читаешь в газете, вот тогда у тебя уже закончится. Ну, можно сказать так, ну, конечно, когда вы расстаете. То есть, главная ошибка, это, что журналист вам говорит, что, ну, все, мы закончили, а теперь давайте там за жизнь поговорим. Вот этого, конечно, делать не надо. Ну, неужели кто-то на этом ловит сейчас? В принципе, даже друзьям лишним поговорить нельзя. Так, если видео включится, я вам покажу, что я начинаю. И наверняка вы видели. Значит, журналист, это большая журналистская победа, для этого я не помню, кто его зовут, но парень молодец. Значит, что он сделал? Он как раз сказал имене Жиркову, который же на футболисту участвует в конкурсе «Месяц России», что сейчас пока там вот он настраивает, да, вот эту ДКР, мы с вами просто вопросы всякие позадаем, вы там отвечаете что-нибудь, не важно. Вот, мы поговорим, а потом мы уже будем интервью записывать. И, собственно, это было потом претензией, они же не в суд подавали, там разбирались, и это стало потом претензией, что он ее обманул. А, естественно, материал, как вы видите, сюда войдет исключительно только вот та часть, я просто представляю, с каким он, наверное, таким. Давайте сейчас просто поговорим, они говорят, ну, что нам надо общий план записать и вот это, а давайте еще раз с отцом поговорим. То есть у него там много материала, и фактически вот это все скомпоновано из этих всех разговоров. Конечно, если бы она понимала то, что теперь понимаем все мы, ну и... Ну, мы поговорим про интервью, про подготовку, но в принципе, смотрите, мы с вами только что поговорили. Давайте еще раз, да. Во-первых, совершенно правильно, что можно всегда запросить вопрос, о чем он спросит. И у этого товарища, да, там, может быть, были вопросы. Во-вторых, четко ограничить время, то есть сказать, что у меня есть время до сих и до сих. Дальше подготовить, об этом мы поговорим чуть позже, это, собственно, будет основная часть нашего марлезонского балета, это как готовиться. Вот, ну, то есть это подготовка. Это не просто сесть и поговорить, и раскинув уши, поспеть, послушать журналиста, который что-то вам рассказывает. Ну, здесь, конечно, это случай, ну, такой, упиющий, и девушка тоже, ну, ну, что еще не делать. Но, понятно, что если вы... Такие вещи случаются и с более серьезными опиражами, то есть. Вот, ну, не знаю, иногда люди просто себя ведут не очень адекватно, просто реагируют, вот, как-то, да, там, излишне эмоционально. Это тоже все очень видно. Вот, поэтому, ну, что, готовиться надо. И тратить с вами. А можно вопрос тоже задать? Это случилось с моим коллегой, профессором Кричевским. Он, летчик-космонавт, выступал на одном международном формуле, космическом, и заявил, что пора осваивать Марс и делать там усиление. Журналисты ему позвонили, и, значит, на РЕН-ТВ идет репортаж. Мы позвонили профессору Кричевскому, так до него не дозвонились ни по мобильному, ни по домашнему. Наверное, уже осваивает поселение на Марсе. Он так возмущался этим. Вот как быть, когда интервью, в общем-то, не было, осуждение уже есть в СМИ. Ну, я думаю, что в этом случае надо поговорить с руководством РЕН-ТВ и сказать, что они поступили не очень красиво. Ну, что-то нужно сделать. Когда оно вышло, уже все, уже ничего-то не сделаешь. Но можно было, наверное, в этом случае договориться, что, ну, окей, ну дайте мне слово, я пойду расскажу что-нибудь, что я еще не осваиваю. Ну, вообще, конечно, юмор, мне кажется, с юмором надо к таким вещам относиться. С юмором, ну, я кольца эти показывал, да, как блестяще отыграли. Всегда любую кризисную ситуацию, ведь идеальная модель – это развернуть кризисную ситуацию в свою пользу. Не раскрылось кольцо. Сделали из этого шутку и даже сделали из этого ментом, да, какой-то. И нормально. И все веселятся, и рады, и отлично, и хорошо. Я думаю, что примерно так же надо было бы поступить в этой ситуации. Это сложно сделать сходу всегда, потому что у тебя же эмоции другие, что как же так? Ну, вообще, ну, потом чуть успокоиться, может позвонить кому-то с РЕН-ТВ, поговорить с ним, сказать, тебе смешно очень, пошутили, давай к тебе тоже приду по-моему шучу на этот текст, а может, что полезное расскажу. Мне кажется, как-то так. Окей. Нормально или что? Кто хочет, может уже, а то у меня еще... Поехали дальше. Сейчас самое... Немножко скучное, но важно. Тезис, значит, как мы готовимся, как раз возвращаясь к теме, что мы хотим. Когда мы идем общаться с прессой, с журналистом, мы, собственно, основной принцип этого общения, это рассказать журналисту, а через него, большой аудитории, то, чего мы хотим рассказать. Не совсем то, что нас спрашивают, использовать его вопросы, чтобы донести свои мысли. Для этого мы используем такие вещи, которые называются тезисы. Есть люди умнее меня, но, насколько я понимаю, тезис – это некое утверждение, которое требует еще и какого-то обоснования. Но, как правило, саму себе она дается без такого обоснования. Тезис, в принципе, отличается от лозунгов. Тезис несколько длиннее. И в нем в самом содержится такая-то логика. То есть, если лозунгами говорит у нас Владимир Вольфович Жириновский, предложение из трех слов, из пяти слов, это больше лозунги. То тезис, он, конечно, подлиннее, и там конструкция может быть такая. Для того, чтобы добиться успеха в чем-то, нам надо сделать то-то, то-то, то-то. Вот это тезис. В нашем понимании, опять же, смысл. Значит, тезисы. Сейчас быстро пройдусь по тезису. Просто несколько полезных вещей, опять же, с точки зрения бизнеса. Ну, с точки зрения бизнеса, например, тезис, там, про роуминг, да. Мы же роуминг начали. Какой у нас был тезис? Мы говорим, что да, действительно, мы, что Мегафон объявил новые расценки на международный роуминг, приведя их к среднерыночным, тем не менее, они остались ниже, чем вообще. Вот это там наш тезис. Какими они должны быть? Во-первых, тезисы должны быть последовательными. То есть, о своем мысле вы, как бизнес, должны дозащить всеми возможными средствами коммуникации, которые у вас есть в интервью, на сайте, в пресс-релизах и так далее. То есть, не меняйте их слишком часто, потому что люди не запоминают. Людям, чтобы они запомнили... Я думаю, у меня... Людям, чтобы они запомнили, нужно повторить, что давно, несколько раз. Поэтому тезисы должны быть последовательными и повторяться. Дальше, для того, чтобы их запомнили, они должны быть лаконичными. То есть, они должны быть достаточно короткими и простыми, чтобы их можно было повторить. Вот, в принципе, про Ромен вроде такой даже... Вот это слоган. Вот от лозунга. Слоган — это лозунг. Ну, лозунг — это даешь самые низкие цены. Вот это лозунг. Почему? Непонятно. Вор должен сидеть в тюрьме. Лозунг. Вор должен сидеть в тюрьме, потому что закон едет для всех. То есть, в моем случае. Слоган более длинный. Да, ну, слоган короче. И слоган, собственно, он зовет, призывает народ в действие. Да, например. Ну, кому что близко. Вот. Дальше, простота содержания. Простота — очень важная вещь. Вы наверняка сталкиваетесь и даже, наверное, и преподаватели, наверное, встречаются такие, и какие-то коллеги. А уж в бизнесе это постоянно, когда какой-то сильный умный человек, особенно из области IT, он начинает вам что-то рассказывать. И где-то на пятом слове вы вообще теряете понимание всего. А ему кажется, что, ну, как... И вам тоже неловко сказать, слушай, ну, а вот как-то... Это относится к сленду, к аббревиатурам, ко всяким названиям, к сложным цифрам. То есть очень важно все это делать простым. Есть такое правило, которым руководствуются, ну, и, собственно, и мы руководствуемся. Все, что мы пишем, не всегда, конечно, получается, но все, что мы пишем, и в ТЭП сказать, должно быть понятным человеку с образованием где-то в 10 классов. Вот. Больше не надо. Потому что нам важно охватить большую аудиторию. Понятно, что если вы на научном симпозиции по освоению Марса, где есть такие же люди, которые могут эту тему обсудить, то, может быть, как-то можно и по-другому, но в нашем с вами случае лучше попроще. Еще одна интересная штука – это восприятие тезиса на слух. Потому что вы же уже сначала написали, вот, и он написан, и вроде красивый, но там может быть слово такое одно какое-нибудь длинное, с большим количеством шипячек. И если вам надо его прочитать, то это трудно. Поэтому нужно обращать внимание на то, чтобы то, что вы написали, воспринималось на слух, если предполагается это читать. Ну и главное, то, о чем мы говорили уже, это релевантность для аудитории. Вот. Опять же, аудитории бывают разные. Это могут быть айтишники, могут быть женщины, могут быть мужчины, могут быть военные, кто угодно. Понятно, что тезис должен быть релевантным, если вы обращаетесь к потребителям, я не знаю, там, айфонов, то понятно, что надо говорить на понятном языке. Типы тезисов я, пожалуй, быстренько пропущу, потому что в интересное время там повеселение еще не будет, а то уже вечером, вы скучаете. Но они опять приведут просто один непростой пример. Факт-результат, да? То есть вот если мы сделаем, если что-то, то что-то, да? Вот нашел я. Фейсбук изменил позицию конфиденциальности, и теперь публикации пользователей будут автоматически показываться. Столько людей на списке друзей. Ну и так далее. Проблемы-решение. Тоже простой пример. Для того, чтобы решить какую-то проблему, нам всем надо сделать что-то, да? То есть довольно просто. Для возобновления роста экономики нужно инвестиции, а им эффективно несут предсказуемые правила. Презид к действию там, потому что вот что-то давайте, например, что-нибудь уберем. Вот преимущество продукта, что, например, нам достаточно близко. Ну вот, пожалуйста, про айфон. Что, кстати, Apple, если вам интересно, у них и на английском. На английском у них вообще блестящий язык, конечно. Он очень простой, очень емкий и короткий. И на русском тоже неплохо они пишут. Вот. То есть здесь тезис вот на звук предложений. Понятно, да? Значит, тезис, в принципе, это, конечно, хорошая вещь. Но для того, чтобы идти с ним на интервью, одного и даже двух, и трех тезисов мало. Чтобы интервью и ваш рассказ был каким-то интересным, вам нужно еще кое-что. Чтобы этот тезис поддержать и доказать. Что вам нужно? Вам нужны аргументы. Какие аргументы для этого могут быть? Ну, первая группа аргументов, самая убедительная, это цифры и факты. Да, то есть вы сказали что-то, а потом говорили, рассказывали. Столько-то там, не знаю, граждан в этом году, такие-то проценты. Цифры тоже сложно воспринимаются. Если они простые, проценты нормально воспринимаются. Более 50% москвичей, каждый третий школьник должен... Дори. Что? Должен? Дори, дори. Да, дори. Или там, не знаю. Всего 2% этих самых заемщиков брали ипотеку в валюту. Нормально. То есть, в чем, в чем, в госпитании. Много-много понятия. Дальше, личный опыт. Вообще, личный опыт вообще интересная штука. Это всегда очень убедит. У меня есть друг один армянин. Он основатель этого, как он называется, там, всяких разных смешных передач. И он говорит, в нашей стране самый мощный аргумент это «Да я тебе говорю». И говорит, да, действительно. И кто-то говорит, да, я тебе говорю. Все, да, все, верю, окей. Поэтому личный опыт, ну, может быть, чуть-чуть более развернутый, там, из серии. И вот у меня был случай, он всегда очень поведен. Или, если я, например, вам рассказываю о том, как я работал в Индонезии, ну, у вас нет оснований мне не верить. Это проверить сложно. Никто в Индонезии не поможет. Ну, может, что и дорого, но тем не менее. Вместе с вами нет. Да, но тем не менее звучит убедительно, правда, потому что это действительно интересно, это сразу же представляешь и все это видно. Поэтому личный опыт очень здорово. Ну, надо подготовить. Надо думать. Эти все вещи, сейчас хороший момент, смотрите, все вот эти вещи, вот эти, они готовятся. То есть у вас есть тезис, вы рисуете даже такую вот, примерно, есть такой вот вариант, можете нарисовать такую вот, допустим, у вас есть три тезиса, с которыми вы идете на интервью. Да, вот одну, вторую третью, например, конструкцию вариантов. Здесь у вас факты и цифры, здесь факты и цифры, здесь факты и цифры. Фактически на любой вопрос вы можете отвечать либо тезисом, либо какой-то цифрой, либо личным опытом, либо личным опытом этим, либо вот этим. Но ваша задача всегда подводить свои главные цели. То есть вы можете начинать ответ, фактически у вас огромный спектр. Это вам дает огромный спектр возможностей для ответа на любой вопрос. Еще одна интересная штука, которую тоже можно использовать, это такая яркая фраза. Для того, чтобы, яркая фраза дается для того, чтобы прессом его взять или в заголовок, или вообще в статью, они это любят. Вот. Ну там, не знаю, мы ушли из каменного века, там, да, технологии, что-то такое. Большим мастером ярких фраз был у нас Виктор Степанович Черномодин, кто такого помнит. Он постоянно яркими фразами только разговаривал. Чем он, да, чем, собственно, и прославился. И... Спасибо большое. Была такая версия, я, честно говоря, даже не знаю, что ему эти фразы даже поначалу-то он сам изрекал, а потом ему уже в эфир готовили. Профессионал, потому что, ну, действительно, было очень смешно. Хорошие яркие фразы, яркие сравнения, образы, они всегда полезны. Одну можно вставить под каждый тезис, это будет здорово. Вот. Таким образом, вот такая подготовка к любому интервью, она вполне себе дает хорошие плоды. Такие. Это, значит, про... А, вот еще интересно, кстати. Разные, разные вот эти форматы работают по-разному для разных аудиторий. Ну, если мы находимся на каком-нибудь космическом симпозиуме, то там, наверное, лучше рассказывать цифры и факты, правильно? Вот. А если мы там на собрании читателей журнала «Лиза» находимся, там, наверное, какую-нибудь историю вообще, да, что-нибудь? Как-то... Девушки, они больше про историю, а юноши, они про цифры и факты, как-то, больше. Вот. То есть, разные девушки. Я знаю, да. Такие бывают. Там никакие истории не помогут. Ложные цифры, да. И факты. Ладно. Ну, ладно. Виды общения с прессой, окей, понятно. Там всякие брифинги, пресс-конференции. Несколько просто особенностей я расскажу по всяким разным вещам и, собственно, по-первых. Во-первых, по телефону. Довольно часто мы общаемся все по телефону, а по телефону есть один принцип главный. Это никогда не давать интервью сходу. То есть, вам позвонили, даже если вы знаете предмет, даже если вы знаете, о чем вы знаете всю тему. Не надо. Выслужите, получите максимум информации оттуда, положите трубочку, подготовьтесь и минимум два звонка сделайте. То есть, один сюда, другой обратно. Почему? Потому что могло что-то произойти в этот момент, что вы еще не знаете, а журналист уже знает, и ваш комментарий будет не очень актуален. Кроме этого, у вас будет время лучше подготовиться, потому что по телефону вы всегда можете дополнительные какие-то интересные взять цифры или факты положить перед собой и так далее. спросить и так далее. Плюс бывает редко, в моей практике, наверное, здесь не было, когда он звонит не тот человек, за кого он себя выдает. Это тоже бывает, это довольно редко. Короче, надо, в общем, как-то решетировать себя вести, максимум информации оттуда, ничего туда, подготовился, перезвонил. А если случайно, допустим, поймали, ну, журналист? И чем не бывает? Солнце вокруг планеты? Ну, нам и готово, да, могу сказать. Ну, например, могу сказать, что у нас, когда был первый мидиатренинг, компания Филипп Моррис, я когда приехал в Нью-Йорк и шел в офис, или не в Нью-Йорк, и все, вообще, куда-то. И они вот что сделали, они обыграли вот так вот, они запустили подставного журналиста с камерой, и они стали пытаться брать интервью у входа. Вот, у нас тренировали, ну, например, я был готов проснуться среди ночи и, там, честно и хорошо ответить на какой-нибудь трудный вопрос, ну, типа, как вы чувствуете себя лично, работая в компании, которая убивает 200 тысяч человек в год? Это не смешно, вы зря улыбаетесь. Ну, это, если я улыбнулся, потому что, не я улыбался. Вот, нет, ну, действительно, то, что улыбаться нельзя, потому что, когда речь идет о трагедии, то ты должен быть готов, ну, первая же реакция, да, ты знаешь, что сказать, ну, я не знаю. Вот, а ты должен быть готов, естественно, и, конечно, я был готов всегда. Только не платный. Нет, ну, платный тоже не надо, нет. Ну, как правильно сказать, если там, мы сейчас очень хорошо вопросы к тем, и вы говорите, потому что нужно, может, только когда-то, как-то, 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 сказать, я вам перезаю через 10 минут. Да. А, так или нет, так или нет. Да, надо сказать, вы знаете, да, давайте мы, причем они, еще такой есть вид тренинга, то есть, они тебе, они говорят, слушайте, ну, простой вопрос, вы скажете да или нет, мне ничего не надо, расскажите так или не так, и все. Смотрите, секундочку. Давайте я все-таки еще раз запишу ваш вопрос, и я вам перезвоню. Говорит, да ладно, что, вы некомпетентны, что ли? Начинает там, ну, то есть по-разному. То есть, ну, спокойно. Как там, ну, этот самый, девушка, которая в службе поддержки абонентов, вы ей можете там что угодно, она... Ну, а как, если, конечно, звонят в пиар-агентства с каким-то опросами, они там соответствуют, и они обзвонят в пиар-агентстве, они не направляют в себя. Не знаю, мне не звонят. Какие пиар-агентства? Там, например, на Таиде, смотрите, там, это... Нет, это же не журналисты, а не журналисты. Нет, ну, слушайте, если ваш муж дома спрашивает без подготовки тоже, здесь я тоже могу вам еще посоветовать, зависит от ваших взаимоотношений. Но, в принципе, я бы взял пау. Секундочку. Хороший, очень хороший вопрос. Я вернусь. И вернуться, когда ему неудобно, а вам удобно. Когда вы получите, у них преимущество. Хорошо. Любой интервью. Что важно, самое главное, помните, что журналисты это не ваша аудитория. Это тоже очень часто случающаяся ошибка. Журналист — это фильтр между вашей аудиторией и вами. Поэтому не надо на него реагировать, как на своего личного друга, врага, красивую девушку, интересного юношу и так далее. Многие этим пользуются. Он может быть скучным, он может быть, наоборот, слишком агрессивным, он может быть неприятным. Это часто бывает. Он может быть слишком каким-то вот таким вот мутным. Это бывает. Но реагировать на это не надо. Вот сейчас я покажу вам пример, как у нас человек, я забыл, как его зовут, по-моему, Пушида, что ли. Ну, не важно. В общем, посмотрите. Это когда... Нет, я просто был понятно, чтобы два раза повторять. Телекорал СНН берет интервью у тогдашнего руководителя то ли ЛНР, то ли ДНР. Пушилин, да. Пушилин, да. И спрашивает его по поводу вот этого сбитого малазийского боя. Вот. И я не знаю, насколько там английский, потому что там на английском. Ну, там, вернее, он по-русски. Там нужно будет двумить его реакцию. Собственно, журналист его спрашивает. Ну, говорит, смотрите. Ну, вот весь мир там думает то-то-то-то про этот вот бояк, что он тут стрелял, кто-то сбил, ну, что-то-то. А это уже доставили эти все вопросы. И он, значит, ему буквально вслышит. Ну, сколько же можно у него спрашивать? Я уже там объяснил, что нас тут там не было и так далее. Но его вот эта вот реакция, то, как он себя поймел, он ответил журналисту, который ему показался раздражающим слишком. А увидели это миллионы людей, и я абсолютно уверен, что у тех людей, которые это увидели, ну, все понятно. Вот он и сбил вещи. Ну, что, ну, все, можно больше ничего дальше не спрашивать. Все все увидели. Вот. И это случается очень часто. И особенно вот на CNN они этим прям пользуются идеально. Ну, не нашел я, к сожалению, этого видео. Но вот как раз к вопросу от двухста тысяч людей, как раз тоже по этому же самолету, значит, репортаж выдает. Так, Чуркин наш, да, знаете, который представитель у нас МИД-3О, великолепный, это блестящий оратор, великолепный. И он, кстати, сделал, он стал знаменитым, прославился в МИДе, когда он 26 лет делал доклад перед Конгрессом США на английском языке, его отправили по ситуации в Чернобыле. Когда там все случилось, весь мир молчал, он, значит, вот ходил, рассказал, всех там убедил. В чем-то, не знаю. Ну, в общем, он действительно блестящий оратор, но на него был, так сказать, пророк. Вот его корреспондент отловил около входа в здание Организации Организационных Наций и что-то спросил про вот этот вот самолет опять. И он улыбнулся так, и говорит, слушайте, ну уже сколько можно уже, вы спрашивали уже там 25 раз про это. Вот, все, ну, он уже сказал, ну, смеялся. Потом включил, значит, серьезно, и еще раз сделал заявление, ну, то, что отработано, конечно, есть, надо что говорить. Все это заявило там 30 секунд. Тут же, без перебивки, показывает крупным планом мать погибшего этого самого человека, пассажиров в аэропорту, который прямо в камеру говорит, мистер Путин, вы вернете мне тело моего сына или не вернете. То есть вот это улыбающийся Чуркин, тут же вот это, компоновка, все, да. То есть здесь, конечно, в таких ситуациях, но это, понятно, что это высший уровень, и понятно, что если вы общаетесь с СНН, вас смотрит весь мир, еще тот, который против вас в рожденном настроен, то, конечно, надо истроения бдителя, никаких улыбок по трагическим, так сказать, этим самым случаям быть не должно. Кстати, говоря о последовательности таких вещей, и да, и не надо раздражаться, что вас в сотый раз спрашивают. Ну, спрашивают в сотый раз, отвечайте в сотый раз, это ваша работа. Для журналистов это первый раз, это для вас он, 115-й уже, для вас всегда. Помните, вот Путин, он с каким постоянством всем рассказывал, что вор должен сидеть в тюрьме. Хотя он, вот он, то ему понравился, вот крылатая фраза про Ходорковского, вот он ее там всем журналистам искренне каждый раз, по-новому всегда и говорил. Окей. Не буду там сильно тоже про то, как готовиться, тоже мы это, в общем, более-менее все проговорили, тем более практически у вас таких задач сейчас нет. Давайте тогда поговорим про веселую тему. Сейчас пару слов про радио. На радио вообще одно правило есть. Понятно, что там удобно, потому что можно с собой тоже что-то взять, но на радио есть такая проблема, что ведущий, он вообще даже скучный, потому что радио и голос так. Это вот здесь вот вы меня видите, живого, я еще руками размахиваю и видео показываю, и все равно скучно. А там много голоса, представляете? Вот. И, конечно, когда голос один, то ведущий, что он делает? Он начинает, значит, разыгрывать разные из себя роли. То он, значит, там веселится, то он провоцирует, то он хулиганит и так далее. Потом звонят всякие такие вот, ну, действительно, они пытаются как-то развеселить. Задача ведущего в эфире быть не монотонным, но таким разным, скажем так, противным даже, неприятным, как соловьев. Вот он тоже любит очень. Иногда звонят туда злые всякие люди, начинают вам задать вопросы, то есть в мегафонах сидите, а вам говорят, вот у меня связь не работает, здесь вообще ничего, вообще, почему, и где у меня тут на бабушинской, и все такое. Ну, а ты что ему скажешь? Ну, сейчас я что, поеду проверю? Вот. Поэтому на радио одно правило, всегда надо оставаться дружелюбным максимально, и аудитория будет с тобой. И улыбаться, что самое интересное, надо улыбаться, потому что это, оказывается, чувствуется. Вот. Телеинтервью, это, кстати, заменительное интервью Баргарет Тетчер, там, в 80-е годы, в 85-м, по-моему, отдавал. Найдете, посмотрите, такое любопытное зрелище, насколько ее... Там что-то про ракеты в Европе речь шла. Наши там три журналисты было. Они, так сказать, ее пытались развести на то, что, значит, британская военщина, она где-то не там ракеты размещает, а она говорила, что она служит делу мира. Ну, и, интересно, вот, она наносила свои-то, и сами свои. Сейчас перейдем к самой веселой такой части, которая всем очень нравится. Эта часть про то, как деваться надо. Это не надо, скорее. Но перед этим телевизионное интервью, это, наверное, самый сложный жанр, потому что действительно, как кто-то из вас правильно заметил, вырезать могут все, что угодно, если это не прямой эффект. Много, может быть, очень высокий темп, если вы просто записываете комментарии, у вас обычно 30 секунд. Вот при этом наговорить вы можете на 5 минут, я вас потом подержу. Бывают такие форматы, когда ток-шоу, и ты пришел, сел, и тебе дали слово, и ты думаешь, ну, сейчас я пока не буду, самое главное, все говорить, я сейчас просто поздороваюсь. Потом ты что-то поздоровался, дали еще кое-что, а там свой Жириновский нашелся, и, в общем-то, у тебя так второй раз в той очереди не дошло. И ты понимаешь, что зря сходил. Вот. Отсюда, кстати, важный принцип, самое главное сразу. То есть, вместо, даже если тебя спрашивают про что-нибудь другое, вот кто-то не пришел, сразу ему это сказать, а дальше уже там сберемся. Вот. Поэтому телевидение есть свои аспекты, очень важно готовиться, очень важно понимать, что ты хочешь сказать. Важно спросить, какой будет первый вопрос, это мы сейчас еще, ну, и внешний вид, давайте посмотрим. Внешний вид, собственно, все очень просто. С внешним видом, раньше, я помню, когда первые тренинги я проходил, это были, там, 95-е, там рассказывали такие вещи, что, ну, вообще, белую рубашку лучше на телевидении не надевать, потому что, там, экран как-то бликует, что-то свет и так далее, или, например, что-то в клетку тоже не надо, потому что плохо редит и все такое. Но это в эпоху PhD-телевидения вообще не актуально, потому что все передает так, как надо. В общем, ходить можно в чем угодно, не принципиально. Но есть нюансы. Естественно, выглядеть надо так, чтобы соответствовать тому образу, который вы, собственно, хотите из себя изобразить. Если у президента Белоруссии, то выглядеть надо, как президент Белоруссии. Вот Александр Григорьевич, он выглядит ровно, как должен выглядеть президент Белоруссии, ну, практически идеально. У него, кстати, идеальная параллитическая посадка. Вообще интересно, что когда вы в бизнес, да, то у вас обычно посадка, вы, как стараетесь себя расположить, вы садитесь вот немножко вперед, не планируешься. То есть вот вот так беседуете, да, немножко вперед. А он уже президент, то есть он показывает, что он президент. То есть он вроде как, ну, конечно, не развалился, ну, и не сильно вперед. Он вообще вот находится, не кажется, в идеальной позе в соответствии со своим статусом. Ну и одет хорошо. Но если вы гонщик, например, Формулы-1, то, конечно, вы можете жестикулировать и быть в кепке, и быть гонщиком Формулы-1, и никаких проблем, и весело, и отлично парень выглядит. Вот. Но бывают сложности. Вот я сейчас учреждение государственное, но тем не менее. Валентина Ивановна Матвеевна, да, она вот у нас председатель, председатель, да, председатель Федерации. Вот она, мне кажется, одевается, но не совсем как председатель Федерации. Она, конечно, любит дорогую красивую одежду, серьги у нее есть дорогие. И это телевизионное интервью, она пошла на него. Мне кажется, что человек, который хочет себя показать, как, ну, некто заботящийся о благе народа, мог бы чуть скромнее. Она, кстати, поменялась в последнее время, старая, так же. Вот. Но вот это, мне кажется, пример несоответствия. Плюс она довольно такая, ну, понятно, что это такая карикатурная фотка, но она женщина жесткая. И интересно тут специалисты в психологии, они разберутся, какие-то банты там, розы, что это такое, да. То есть, ну, но при этом вот эти жесты, конечно, вот такие жесты для государственного деятеля, они тоже приемлемы. Да, вот, ну, всегда нужно. Вот, можете себе представить Александра Григорьевича? Вот, такой вот. Нет, ну, действительно. Поэтому, конечно, важно за этим следить, важно соответствовать. Но Валентина Ивановна, мне кажется, меняется к лучшему. В отличие от нашей следующей героини. Вот, это, значит, Анастасия Володькова, у нее много чего есть, все это люди, какие-то просто плагисть вообще, знания. Последнее, это у нее было по поводу выступления в Крыму, там, когда она плакала. То есть, это, конечно, там, про то, что врать не надо. То есть, ее можно просто в отдельную учебник по ней писать. Но вот этот пример, он мне чем нравится, что здесь она выступает на телеканале СНН, вот в таком виде, да, ну, как-то таком довольно откровенном для телеканала СНН. Но тема ее рассказа, она состоит в том, что она, значит, обличает нравы, царящие в Большом театре. А в Большом театре царят, как она рассказывает здесь, в телеканале СНН, жуткие нравы совершенно. Там балерин заставляют ходить на корпоративы к олигархам и неизвестно, чем там с ними заниматься. Да. Но я, как он всем своим видом говорит Волочкова, но это не про меня. Я не такая. Хочется видеть. Да. И дальше она поднимает руки, а там у нее, то, что у Валентины Ивановны было, даже в ушах, у нее там, ну, ее не видно, но вот видите, вот такое вообще вот это вот все. И там я просто видел, к сожалению, тоже нельзя не нашел, хотя может быть можно найти, там корреспондент, мне кажется, просто уже чуть ли не вот так вот делал. Ну вот да. То есть это выглядело глупо, идиотски и комично. И, конечно, Анастасия Волочкова ей нам есть что показать, и никаких проблем с этим нет, но, опять же, надо соответствовать ситуации и тематике, потому что ей серьезный вывод из этого делать, ну, конечно, над ней это приличный. Ну, посмотри на Ульяну Лопаткину. Ну, ей вот можно поверить, если она будет рассказывать о том, что там что-то не так происходит. А здесь, ну, в общем, не очень. Давайте еще одно видео я вам покажу. Ну, понятно, что все надо проверить, но интересно, что каким будет первый вопрос. Всегда можно спросить в телевизионном интервью у журналиста. И это очень важно, потому что что происходит на практике? Ты пришел, у тебя интервью, что-то случилось, не знаю, там, курс рубля поднялся, и журналист говорит тебе, вы знаете, сегодня мы всем задаем один и тот же первый вопрос, что вы будете делать в условиях изменившегося курса рубля, какие изменения будут в вашей бизнес-стратегии? Да никаких не будет, на самом деле, но ты же так не скажешь. И ты не готов к нам. И в эту проблему всегда можно задать вопрос журналисту, какой будет первый вопрос, он в 90% случаев скажет, ты подготовишься, и тебе будет проще начинать. Опять же, если ты хочешь свои главные тезисы воткнуть в этот вопрос, то совсем все будет просто. Вот здесь пример нашего нового из депутатов, вице-спикера, по-моему, вице-спикер Госдумы Железняка. Он инициировал законопроект о том, чтобы в российских кинотеатрах установить квоты на иностранные фильмы и российские, ну, чтобы российских фильмов было, не знаю, сколько процентов. И он вышел из зала заседания, к нему подошел журналист с камерой группы, зашел и сказал, может прокомментировать ваш законопроект? Он говорит, да, конечно, без проблем. Первый вопрос. И огромная журналистская удача сразу постигла этого журналисту, практически как-то того, как даже еще веселее, по-моему. Какой последний русский фильм вы смотрели, просмотр которого вы просто в кресло бросили? Если говорить про российское кино, то я очень по-сознанному не помню. Фильм о таком понятии, как «Любовь» называется в стиле Джанна. Ну, то есть, вы видите, что журналист уже чувствовал, что вот оно, повезло мне сегодня. Ну, забавно, да. Спросил бы, какой был первый вопрос. Он сказал, «Фильм, а вы еще все?» Вот после того, как бы такой вопрос получил, он потом поступил сюда учиться в магистратуру, а потом будет лучше отвечать. Нет, он так хорошо отвечает. Он молодец, может случиться с каждым, понятно, что все мы живые люди, ничего тут такого нет. Опять же, по подводяковской этитории, такие, как готовиться и так далее, вот как сидеть. Ну, Владимир Владимирович вообще молодец, большой. По нему тоже можно хорошие учебники делать. У него, конечно, были ошибки серьезные, которые, если вам интересно, можно, в принципе, разобрать, типа там она утонула и так далее. Там, на самом деле, я разобрал прям эту ситуацию, там все понятно, там ошибка, это не глупость даже. Но он вообще молодец, конечно, сидит правильно и говорит хорошо, и готовится, и цифры, и факты, и истории, и лично, и крылатые фразы. В общем, берите пример. В основном пишут ответы на вопросы. Всем пишут на таком уровне. Что ж, ну, все, сам пишут. Здесь вопрос состоит, сможешь ли ты как-то симпровизировать, если тебе зададут неожиданный вопрос. Ему нельзя дать в неожиданном вопросе. Все могут. Нет, почему? Конференция, когда... Нет. Вы знаете, ну, что ж неожиданное? Любые вопросы, они довольно предсказуемые. Ну, что там просить такого? В общем, ничего. Может, проекционный вопрос? Ну, понимаете, нет плохих вопросов, есть только плохие ответы. Любой проекционный вопрос, это... Я не знаю, если у нас время еще есть, я вам, может быть, тогда самое главное вообще расскажу, и уже заканчивать будем за 6 часов. Правильно? Да, у нас еще перездача пошла. Перездача. Сочувствую. Перездача. Ладно. Самое главное. А права, а права, а права, а права. Прошло. 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 Ну, про лодку, если вы хотите, там помните, да, ситуацию, когда он сказал, он пришел к Ларе Кингу, и кто-то спросил, what happened to the submarine? Она утонула, сказал, и улыбнулся. Про лодку Курска как раз было в те трагические дни. Ну, и потом, естественно, это вот стало вот этим вот кусочком, даже вошло в песню Шевчука, там он ставил в песню. Что произошло на самом деле? Если посмотреть интервью целиком, то Путин, ну, во-первых, он был в должности, там, без два недели президента, он, в общем, немножко волновался, но при этом он постарался показать себя раскованным. То есть он так раскованно сидел. И был первый вопрос. Первый вопрос, Ларе Кингу спросил, он спросил, как вы себя чувствуете вот эти первые дни на новой работе? Больше времени у вас стало там выходить на какие-то дела? Меньше? И вообще как? Тот усмехнулся, говорит. Вообще, говорит, особо большой разницы нет. Я и раньше, председатель правительства, работал, поэтому, в принципе, ну, в общем, нормально. Вот. И что-то как-то пошутил. То есть у них вот эта первая часть была шутливой, и Путин стал что-то шутить там. И Ларе Кинг, это, ну, так хорошо шутить, то есть он говорит, ну, ничего особенного, нормально, справляюсь там, ха-ха. Вот. И Ларе Кинг это почувствовал. Он выдающийся мастер, он сразу на контрасте видит, что тот в игре он в таком настроении, он резко спрашивает про эту подлогу. У Путина синхронный перевод. Он сидит, улыбается. Ему в это время вот это уже будет, да, с браслетом. Конечно, будет крупный план на браслет, ведь он же, он и оператор, по-моему, расскажет, что в этом весь смысл всего интервью. Все же они говорят, вот он на крупный план все сделал. А если там еще слеза какая-то, улыбка неправильная и так далее, еще, знаете, они что любят делать? Очень часто люди ошибаются, когда задают вопрос какой-то неприятный. Ну, например, такого плана, назовем заряженный вопрос. Например, говорят, ну, смотрите, ну, мы с вами все знаем, что Мегафон и другие операторы, вы же деньги коворуете, вам бонят. Ну, это известно. Вот, но сейчас я не об этом хочу вас спросить, я хочу вас спросить, там, о чем-то еще. Вот, и человек, который этот вопрос задает, мы же мы с вами вежливаем, да, мы улыбаемся, когда нас о чем спрашивают, он тоже сидит, улыбается и кивает. Ну, это сознательно, потому что он, ну, ему говорят, да, я слышу вопрос, и я слышу, что смешно, что он все говорит, как бы он отвечает ему. А тут есть оператор, бдительный, который, значит, тут же крупный план, и у тебя получается вот этот вот ужасный вопрос, ну, улыбающийся. Порой. Вот, это, конечно, за клиентами на свете, и в этом смысле очень опасная штука, и там очень много действительно нереализованного творческого потенциала, который только и ждет, чтобы вы что-нибудь там в чем-нибудь там туда пришли. А, кстати, вот по поводу одежды, это еще сразу мужчин хочу предупредить. Самое страшное, что может с вами случиться на каком-то ток-шоу или на конференции, или где-то еще, это даже не растет на дешевинку, это когда вы сели, в костюме вы пришли с носками, ногу на ногу положили, и у вас там раз поднялась, и белая нога такая. Все, вот все, что вы уже говорите, никто не будет слушать, если вы на эту белую ногу смотрите, это реально правильно, поэтому носки, наоборот, такие длинные продаются сейчас. Загорелы лучше, наверное, но это вы у девушек поинтересуетесь. Но лучше выпускить, не отвлекайтесь. Хотя, может быть, если вы хотите отмечать главную тему, если есть что-то показать. Ладно, давайте самое новое. Домик. Это секретная военная тайна американских корпораций коммуникационный домик. Сейчас рассказываю, и все это, поскольку. Значит, он там нарисован. Все на самом деле просто. Выглядит он вот так, строится он как бы с крыши, вот отсюда. То есть, это ваша система подготовки к любому интервью. Вот в этой крыше находится та главная мысль, с которой вы хотите, чтобы ушел от вас журналист. Она одна. Дальше, вот здесь вы располагаете тезис, поддерживающий эту главную мысль. То есть, он должен логически ее поддерживать, да, обосновывать. Тезис номер один, тезис номер два, тезис номер три. Дальше факты, цифры, личный опыт, крылатые фразы и так далее. Значит, сначала вы все это пишете красиво. Дальше, то есть, это удобно, потому что фактически с таким домиком вас хватит, ну, если бы он по теме, вам хватит, ну, не знаю, на час разговора, на, в принципе, заданную тему, совершенно спокойно. У вас есть и цифры, и факты, и все что угодно. А есть еще какие-нибудь шутки, есть вообще здоровые. Но главный смысл этого домика состоит в том, что, еще раз напоминаю, наша задача не столько ответить на вопросы журналиста, сколько дать ему ту информацию, рассказать о себе то, что мы хотим рассказать. Поэтому, как только журналист уходит за пределы вот этого домика сюда, сюда, здесь, сюда или сюда, то наша задача, что сделать? Вернуться в домик. Совершенно точно. С помощью, там, одного из примеров, тезис и так далее. Ну, например, вопрос вне этой сферы, может тебе, знаете, это очень хороший вопрос, я, наверное, не смогу вот так прям точно не уватырить, но могу сказать вам что. И там дальше. И еще раз рассказать ему свою мысль. Почему это важно? Важно очень повторять. То есть, в интервью, в другом, особенно в телевизионном, постоянно надо повторять свои мысли. Во-первых, потому что могут вырезать, и больше шансов, что попадет. Во-вторых, просто люди лучше запоминают. Окей? То есть, три тезиса идеальные. Четыре слишком много, два слишком много. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok